Всем привет! Мы продолжаем наши попытки, сделать некий видеоблог нашей репатриации в Израиль. Соответственно, сегодня наша тема это упаковка и сам переезд. В прошлый раз мы закончили на том, что вы получили билеты и, соответственно, назначили дату вылета. И теперь вам нужно как-то перевести ваши вещи и перелететь самим в другую страну. Значит, упаковка в основном занималась Таня. Сейчас она вам расскажет, что ей до этого пришлось пережить. Для того, чтобы упаковать все вещи, желательно взять 4 сумки челнока. Сумки размером... Обычные? Да. Длина, ширина, высота 150 см. Самые обычные. Зачем надо сумка челнока? Затем, что они очень легкие и тогда можно взять больше вещей, чем чемоданы, которые весят сами по себе 5 кг. Что еще? Почему 4? Потому что, если вы летите Иляля, то Иляля разрешает по 23 кг 2 сумки на одного человека. И, по-моему, на ребенка одну сумку. Насчет ребенка пока не знаем, у нас это в будущем, поэтому точно сказать не можно. 23 кг подается на каждую сумку, то есть вам нужно в каждую сумку положить по 20 кг. И, соответственно, еще вы можете взять с собой ручную кладь, не тарифицируется в ручную кладь компьютеры, камеры, фото и видео. То есть у нас с собой получилось... Женские сумочки еще. Ну да, у нас с собой получилось 4 места в ручной клади. Это камера, компьютер, 2 маленькие сумочки и 4 места в большой багаже по 23 кг. Сумки мы взяли, как уже Таня сказала, челнока клетчатые, вот эти обычные. Плюс перемотали их крест-накрест скотчем, что, в общем-то, дало нам, как бы, возможность отчекать сразу. Вскрывали их, не вскрывали. И что с ними вообще и как нормально. Еще мы отправили посылку, потому что все у нас не влезло, почтой. Посылку отправили из Москвы, с почтамта. Коробка обычная, то есть на почтамте такой большой мы не нашли, пришлось купить специально упаковочной фирме. И в коробку мы брали пятислойную. Советуем вам сделать то же самое, потому что трехслойная не доедет в 200%. Наша доехала так, как будто ей долго и нудно играли в футбол. В общем, ни одного ровного угла у нее практически не осталось. Посылку лучше не класть технику. Не класть технику за посылку. Мы еще переплатили 63 шекеля за то, что у нас там лежал обогреватель, как нам сказали. Вот, поэтому лучше упаковывать ее какими-нибудь вещами. И, соответственно, ничего ценного туда отправлять ни в коем случае не надо. Вот, соответственно, как только вы приехали в аэропорт, вы подходите на стойкую ляль. Там, после небольшой проверки, вас просят поставить сумки. У нас перевеса не было. Перевес 100-200 грамм допускается вполне. То есть, никто вас там кошмарить за это не будет. Соответственно, после этого, после того, как вы сдали свой багаж, вы с ручной кладью, отправляетесь благополучно в самолет и прилетаете сюда. Посылка дошла у нас где-то недели за, в итоге, наверное, 3, да? Ну, даже меньше. Ну да, меньше. 2,5, где-то вот так. Авиапочта я нашла, несмотря на то, что мы платили ее как железнодорожник. Да. Соответственно, если вы будете отправлять посылку, заедете заранее на почту, возьмите документы, таможенные декларации, чтобы заполнить не на месте, а уже дома. Тем, если вы сэкономите время. Значит, ни за что и ни в коем случае не наклеивайте ничего на эту коробку. Коробка должна быть чистой. Не заклеивайте ее перед тем, как вы едете на почту, потому что вам ее все равно там вскрывать. И заклеенную коробку и вскрытую они уже могут не принять к перевозке. Поэтому просто берете коробку, упихиваете туда вещи и газуете на почту. Соответственно, там на почте вам уже ее заклеят. Все бирки, все оплаты. Значит, 3,500 мы заплатили из России, 63 шекеля мы заплатили здесь. В общем, таким образом посылочка наша доехала. В принципе, мы довольны, нам немножко помяли обогреватель, но вроде он работает. Вот, поэтому, как вариант, если у вас совсем вы не умещаетесь, вполне можно поступить таким образом. Вот, что еще сказать по переезду. Ну, в общем, такси Сахнутовское в Москве отработало великолепно. По приезду в Тель-Авив случились проблемы, потому что что-то где-то там они не рассчитали. И, соответственно, мы с другой парой поместились в одно такси. Что было сложновато, у них было три большие сумки и три маленькие. У нас четыре большие и четыре маленькие. Поэтому в аэропорту старайтесь уехать на первом же такси. Ну, в общем, все. Дальше мы расскажем про первые шаги здесь. Мы уже вроде бы немножко обустроились, немножко знаем как что. Спасибо нашей тете, если бы не она. Мы бы, конечно, тут потратили гораздо больше денег, сил и нервов. Вот. И также спасибо всем нашим друзьям. Тимур, Таня, Ваня. Вот. И всем, кто нам здесь помогает. Очень надзывчивые люди, очень много русских. Поэтому не бойтесь. То, что вы не знаете языка, не составит для вас очень большой проблемы на первых парах. Поэтому, если что, не зайдите сюда. Всем до новых встреч. Скоро ждите продолжения про первые шаги уже на земле. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok